привет всем сегодня я хочу распаковать меня руки не добрались я решил что на выходных надо будет открыть открыть коробочку и все это дело заснять вот я заказал новый роутер и причина в принципе для нового роутера достаточно банально мне нужно более высокая пропускная способность и него больше про проводную пропускную способность нежели беспроводного вот но беспроводная тоже будет добавляя плюшка вот и можно заметить что посылочка мне пришла от микротика и в россии называется микротик микротик но как у них написано в сайте но не важно что важно что заказал в канаде микротик сейчас расскажу это тоже не совсем простое занятие вот и вот большая 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 коробка пришла от микротика и самое забавное что даже изолента брендовская вот но перед тем как перед тем как открыть коробочку хочу быстренько рассказать почему микротик помимо апгрейда оборудования я не уже давным-давно не сижу на простых стандартных роутерах то есть железо простое стандартное которое можно купить в любом магазине тоже ли не сесть теперь линк у меня меня сейчас один backup роутер есть это линксис старый 90 не помню как он называется не что там же было открывать сейчас доставать не буду но на тот случай если у меня основной роутер сгорит вот и на нем стоит ddwrt прошивочка вот а мой боевой роутер это tp-link не помню какой модели вот и на нем стоит тоже экспериментальная ddwrt прошивочка почему экспериментальная потому что я не проверял но на то время они ее не допилили вот и там был какой-то своеобразный релиз который в основной библиотеке не валялся вот я накатил теперь каким боком я докатился до микротика я пробовал разные роутеры вот у меня были как достаточно дорогие 200 300 долларов роутер от apple даже несколько и было вот и всякие линксисы делинки которые я больше не покупаю я сейчас не вспомню какие конкретно претензии но один какой-то прекрасный момент я сказал делинки я больше не покупаю вот и поскольку метод свой сервер и кстати теперь линк которая купил много лет назад там за 20 долларов попытаюсь его показать спрятан очень хорошо вот она родной большому сожалению не могу вынуть потому что там провода сзади принципе не особо видно а лампочки видно вот а я купил за какие-то копейки и большому сожалению стандартная прошивка меня не устраивала и не помню что конкретно там было но он не очень стабильно работал поэтому я накатил туда wrt прошивочку хорошие новости что все эти годы это все дело проработало и замечательно единственный роутер иногда глючит он выкидывает иногда клиентов иногда подвисает вот что принципе опять же не было большой проблемой потому что я мог его перебросить это не так часто случалось вот но все равно неприятно вот и я как-то как-то перестал абсолютно никакого желания покупать дорогие железки совсем недавно я как рассмотрел люди в интернете некоторые расхваливали юбиквити роутера и я большому счастью или сожалению хочу один роутер то есть там с беспроводной сетью и с проводной вот и я смотрел на их не модели и честно не могу понять почему кому вообще нужны роутеры за 400 долларов которых есть какой-то lcd дисплей который показывает скорость зачем это нужно и почему 400 долларов я не понимаю но в то же самое время я абсолютно не хотел покупать там всякие длинки линксис и все остальное потому что я думаю железо у меня никогда проблем не было но почему-то роутера всегда чего-то вам не хватало то ли клиенты периодически отваливаются что-то подглю глючила вот поэтому я как-то разочаровался в всех этих домашних роутерах вот но надо отметить WRT прошивка всегда спасала если купил не то и есть прошивочка то еще есть шанс на спасение вот и поэтому на этот раз я решил что надо купить что-то крайне стабильное и непробиваемое вот при этом по умеренной цене и я не против тратить деньги но не 400 долларов за роутер причем еще с какими-то огоньками которым не абсолютно ничем я не представляю все всегда роутер стоит в кунть углу вот они на каком-то там центральном месте чтобы люди приходили у тебя что-то на экране написано цифры ки меняются мол да вот в итоге я я нашел микротик и все говорили что не говорят что очень хороший бренд и все такое все серьезное единственный момент с микротиком что там нужно конфигурировать и это очень страшно и опасно я не особо продвинутый сетевой чуть не сказал администратор я не администратор но сетью я немножко знаком но и не уверен если достаточно продвинутой поэтому от микротика мне как-то немножечко отхлестывало но я набрался смелости и подумал что наверное это будет не намного хуже чем накатывать WRT прошивку вот что-то там поконфигурировать банально простое вот и набравшись смелости я купил купил микротик теперь я купил их самый ихний новый роутер новейший для дома и офиса по-моему это EP3 вот сейчас посмотрим если честно я как-то память отшибло у них огромная я долго смотрел на их не разные роутеры вот и у меня коды особо не запоминаются но да это их самая последняя и самая дорогая модель для дома и офисов стоит она 100 американских долларов вот и я это все дело покупал в Канаде и в Канаде оказывается не знаю как в Америке потому что сейчас коронавирус я ничего не могу в Америке заказывать потому что я туда не езжу вот но в Канаде не все так просто на Амазоне вы его не купите вот нужно искать дистрибьюторов и покупать через них в итоге с непонятным обменом курса 100 долларовый роутер превратился в Канаде в 140 долларовый роутер в смысле канадских долларов а обменник на данный момент примерно 1 американский это где-то 1.32 канадских как это превратилось в 1.4 канадских я не знаю но бог с ними вот плюс естественно налоги доставка которая не бесплатная все это где-то мне вылилось в районе 170 канадских долларов о чем я на данный момент абсолютно не жалею но у меня уже большие большие ожидания от микротика поэтому давайте вскроем вместе одной рукой честно признаюсь одной рукой не особо удобно скрывать режься режься коротко вот ну как здесь можно и так ладно что париться нет точно она точно не хочет открываться поэтому и фокус пожалуйста фокус спасибо так ну что что же внутри этой большой коробки наверное они еще прислали какой-нибудь не знаю маленький презент что-то такое для души и тела да это я не ожидал так кажется прелесть приходит маленьких коробочках поэтому начнем смотреть а вот куда ушли лишние доллары 10 канадских кружка офигеть микротик люди вот это я не ожидал все я беру свои слова обратно стоило на 140 долларов они взяли 10 долларов за кружку это хорошо пусть она так и будет так буду второй ротор заказывать так что да и чьи и пи серия замечательно вот ну что что это такое да и ч и пи эйси 3 самое последнее и самое клевое вот здесь какие-то инструкции которые я потом прочитаю как что настроить я я честно признаюсь я ожидаю самого худшего что там откроется просто я смотрел на ютюбе всякие и менюшки как и настраивать я ожидаю просто полный в том плане что там будет просто раскроется все эти минуты теперь начинаете печатающую конфигурацию с нуля я не рассчитываешь там будет какой-либо wizard как бы ладно инструкции потом я думаю я сделаю отдельное видео про то как я конфликции все это дело конфигурирую так вилки то хоть канадские это хорошо это великолепно так вилки питание великолепно одна одна интересная проблема который я думал но я думаю решать буду как-нибудь вот это вот вот это их не антенна если выковыриваю сейчас отсюда я хочу показать потому что из видео которые я на ютюбе смотрел эти антенны должны быть достаточно длинные ну пожалуйста не хочет ходить вроде как почти а наш правильно там отрезать надо так мог если у вас недостаточно используйте ноги так вот она вот сгиб сейчас мы с огнем и это будет проблематично почему вы спросите потому что давайте на мою серверную коробку вот вот у меня стоит пардон здесь как раз одно стандартное место вот здесь все на и за по-русски это будет в слотах вот и верхний слот он как раз замечательно подходит под макмини и здесь роутер сверху стоят вентиляторы один под роутер один под макмини которые втаскивают воздух и соответственно держит оборудование в приличной комнатной температуре и поверьте мне кстати когда эти вентиляторы выключаются в этой коробке становится достаточно тепло достаточно быстро вот но возвращаясь к антеннам проблема в том что сюда эта антенна не пойдет и наверх тоже поэтому я не совсем уверен что я буду с антеннами делать наверно сзади сзади там есть место я думаю туда пущу кстати мой ребенок сейчас начал смотреть покемонов которых я не имею никакого понятия вот но я скажу что это выглядит как ушки пикачу опа так в общем антенна интересная антенна 1 антенна 2 вот это подставка если я все правильно понял на нее можно или положить или поставить ну так и того что я долго ждал так многие в помощь ну что и чап что такое не включать не включать без антенн интересно ну ладно так это у нас что это reset 1228 будет а что это такое ничего это не кнопка так и серьезно это электричество через сеть пилы то можно воткнуть сюда я даже не верю что он сможет поддерживать весь роутер вопрос каком режиме опять мне это не важно просто ради интереса а здесь а здесь наоборот электричество вывод на сеть то есть если вы например хотите себе у меня меня например что происходит из посмотреть вот эти замечательные кабеля один из них это интернат вот коаксиальный кабель если не ошибаюсь синенький это сетевой и он идет наверх он идет отсюда и идет наверх потом через стену вниз потом туда потом туда потом туда потом наверх в гараж по потолку потом вдоль другого стены и потом вниз и там где-то находится у меня еще один сетевой выход у меня в гараже есть сеть которая ведет прямо сюда в дом теперь зачем я все это рассказываю потому что можно воспользоваться купить еще одно устройство беспроводное здесь проводное но когда беспроводная сеть еще и роутер или брич микротика хотя не обязательно микротика вот то что может работать от электричества по сети и тогда вам там не нужно будет выводить департные розетки или подсоединять что-либо просто все будет работать от сети то есть от сетевого кабеля что приятно вот здесь у серьезные режимы без понятия что это такое не знаю что вот это такое пожалуйста наведись информация по продукту правда ну-ка ну-ка и правда информация по продукту шикарно шикарно здесь ничего нету ну давайте посмотрим информацию по продукту я не уверен если мне ее можно показывать вообще всякие айдишки и так далее но на ну что теперь здесь у нас написано микротик на секунду завистишь меня переполняет чувствами интересно не думаю что эта штучка нажимается так я подразумеваю наверно стоять или так или лежать я думаю так потому что потому что они сказали что класть можно да 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 щекундочку распакуем пакетик вот это будет интересно как одной рукой распаковать пакетик что у меня есть будущее как одноруком программисту оказывается я могу достаточно много сделать так ну что вот она и я думаю что вы как-то сюда заходит на этом сидит о пардон 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 наоборот это сюда заходит и потом как ты здесь возможно покорячился насчет однорукого программиста почему она не захлопывается почему нет вроде вроде все правильно там по пусы вот это вот так вот входит если вы хотите это часть для того что если вы хотите чтобы роутер лежал я думаю это чисто для того чтобы наверно воздух ходил под роутером хотя опять же может быть это просто декоративно вот но поставить его тоже можно такая штучка прямо великолепно то есть такой же вырез все я понял да то есть он должен стоять или вот так или лежать вот так значит смотреть на него надо вот так достаточно прикольно интересно они сделали полочки до 1 2 3 4 5 вот это на это хорошо потому что я думал почему они просто не пронумеровали для разных положений потому что и так будет выглядеть достаточно хорошо и так забавно так ну что здесь еще осталось еще одно ухо покемона так и и к 47 это как раз замечательные саморезы для всяких стеночек тип как у меня но его прибывать не собираюсь он пойдет в коробку по-любому вот но да вот так вот распаковочка вот распаковочка микротика ясно если будет забавно есть туда еще можно подсоединить сетевой диск я я честно я честно я есть все в облаках немного летают по одной простой причине я жутко рад у меня просто ожидание опережает реальность я очень-очень-очень я очень хочу чтобы этот у меня с этим роутером все получилось в плане того что он будет работать стабильно клиенты не будут падать пропускная способность будет высокая я очень-очень-очень на все это надеюсь потому что если все будет так то скорее всего микротик станет моим основным брендом больше никогда в жизни не буду париться насчет покупки будет вставать вопрос то всегда будет микротик ладно я думаю я сделал отдельное видео про конфигурацию как я с этим все будут страдать ну а на этом все я пойду сделаю себе кофе микротик